В связи со статьей Кушнира и Фурсова 1932 года можно порекомендовать сравнительно недавнюю статью 1992 года автора Клауса Геншеля, которого консультировал Нортон под названием Эрвин Фрейндлих и проверка теории относительности. Глядя на таблицу контента, вы можете судить, насколько же она интересна. Во введении автор сообщает, что Фрейндлих в 1917 году являлся первым сотрудником научно-исследовательского учреждения, созданного Эйнштейном с 1920 года, стал директором института Башни Эйнштейна, который отец-основатель релятивизма специально создавал под него. Здесь Фрейндлих изучал предсказания Эйнштейна – гравитационное красное смещение. Их плотное сотрудничество началось еще в 1911 году и касалось оно искривления лучей света вблизи Солнца. Постепенно они разошлись в теоретических взглядах и в интерпретации экспериментальных данных, а закончилась их дружба неприкрытой взаимной неприязнью и публичной перепалкой. Напряжения возникли в 1925 году. Наиболее сильное столкновение между ними возникло после затмения 1929 года, которое рассматривалось только что в статье Кушнера и Фурсова. Окончательный разрыв произошел в 1933 году, когда нацисты захватили власть в Германии, и оба физика вынуждены были эмигрировать из страны. У нас нет времени проследить, как ярый поборник теории относительности сделался ее воинствующим противником. Но историк науки, игнорирующий их отношения, никогда не узнает о скрытых приводных ремнях механизма движения современной физики. Фрейнгли учился у знаменитого математика Феликса Кляйна, с подачи которого он устроился работать в Берлинскую обсерваторию. В 1911 году он через пражского астронома Лео Поллока связался с Эйнштейном, который попросил его проверить результаты только что созданной им теории гравитации, а именно красное смещение спектральных линий и искреление лучей света в гравитационном поле. Эти явления, считал Эйнштейн, должны наблюдаться, поскольку лучи света обладают массой, пропорциональны их энергии и обратно пропорциональны квадрату скорости света. Эйнштейн был в восторге от быстрого реагирования Фрейнглиха. Последний обратился с соответствующей просьбой к самому авторитетному специалисту по Солнцу Кэмпбеллу. Таким образом, Кэмпбелл через Фрейнглиха узнал об Эйнштейне и о его общей теории относительности. Американский астрофизик предоставил в распоряжении немецких коллег, имеющиеся у него данные по солнечным затмениям 1901, 1905 и 1908 года. Увы, за сфиксированные на них отклонения звезд нельзя было оценить количественно, и, следовательно, нельзя было сделать какие-либо выводы относительно теории Эйнштейна. Родоначальник реликтивизма писал с горючью, «Это большой позор, что новые доступные фотографии недостаточно точны для такого измерения». Геншель Пейшель Фрейнлих стал рупором Эйнштейна среди астрономов. Через него Эйнштейн смог завоевать внимание астрономов к важности прецизионных измерений его теории. Это объясняет, с каким упорством Эйнштейн давил на Фрейнлиха, чтобы тот изыскал возможности астрономических измерений по проверке общей теории относительности, даже когда отношения между двумя мужчинами уже заметно охладели. Между тем стали появляться сообщения, свидетельствующие против общей теории относительности. Так, в 1914 году Шварцшильд публикует данные, которые говорят против гравитационного красного смещения. Фрейнлих многократно повторяет исследования по красному смещению в 1919, 22, 24, 28 и 30 годах. Но коллеги постоянно обвиняли его в допущении грубых технических ошибок. А Зеллигер и Людендорф, например, с самого начала заявили, что он пытается выдать желаемое за действительное. Часто можно слышать, что Эйнштейн предсказал три эмпирических факта, подтверждающих ОТО. Красное смещение, отклонение звезд при затмении и аномальное движение перигелия орбиты Меркурия. В действительности все три указанных факта так или иначе были известны науке. Речь могла идти о количественной стороне дела. Но как раз с этим возникли большие проблемы. Эйнштейн был склонен прибегать под гонком. Это ярко проявилось в самой первой его статье 1901 года, которая называлась «Следствие изъявления капиллярности». Об этом можно прочитать в разделе «Милева-Марич. Матч. Квантовой механики». Этим страдают практически все релятивисты, поскольку без спекуляции там обойтись невозможно. Когда Эдингтон ставил цель перед экспедицией 1919 года, он сразу ограничил себя в выборе отклонения луча либо по Ньютону, либо по Эйнштейну. А то, что отклонение лучей может быть любым, он исключил из возможных вариантов. Пытался доказать общественности, что проведенные им статистические усреднения ближе к Эйнштейну, чем к Ньютону. Так, например, Карамелин и Дэвидсон на 18 пластинах получили среднее отклонение на лимбе Солнца почти в точности ньютоновской, то есть 0,86 угловых секунды. Но они ничего не сказали о погрешности. А Эдингтон в своем опубликованном отчете вообще умолчал об этом неподходящем для него результате. Разлад между Эйнштейном и Фриндлихом, первым, где он был уже вторым, глашатаем общей теории относительности, начинался как раз в бесконечных числовых подгонках. Как говорится, количество в конце концов перешло в качестве. Разрыв произошел после расчета отлонения звезд во время затмения 1929 года. Из статьи Кушмира и Фурсова 1932 года мы уже знаем, что Фриндлих дал цифру 2,24 секунды для усредненного отклонения звезд, что заметно больше требуемой величины в 1,75 секунды. Потом он пересчитал отклонения звезд, полученных ранее в экспедициях 1922 года. Они оказались ближе к результатам его экспедиции 1929 года. Это говорило о том, что статистическая природа всех наблюдаемых отклонений, во-первых, не соответствует энштейнерскому значению, а во-вторых, не детерминирована и сугубо случайна. Наконец, Фриндлих, способный ученик математика Феликса Клайна, после тщательных вычислений, проведенных совместно с двумя другими математиками, в 1931 году представил на суд общественности сравнительные результаты трех экспедиций «Английской» 1919 года, «Американской» 1922 года и «Немецкой» 29 года. Полюбуйтесь на этот рисунок, здесь по-прежнему пунктирная кривая отвечает теории Ньютона, штрих пунктирная, она идет выше, отвечает теории Эйнштейна. Как можно этот беспорядочный разброс точек считать подтверждением теории Эйнштейна? Релестивисты всего мира набросились на Фриндлиха. «Да он неправильно считает», – закричали они в один голос. Закоренелые антирелестивисты, вроде нас с вами, думают примерно так. Пускай Фриндлих пользовался сомнительной методикой. Немецкие результаты 1929 года забракуем. Английским результатам 1929 года тоже веры никакой. Все тыкуют пальцем в американские результаты 1922 года. Хорошо, давайте присмотримся к ним более внимательно. О них уже немало было сказано, но сейчас давайте непосредственно заглянем в самую авторитетную статью по данному вопросу, написанную Кэмбеллом и Трюмплером, Трамплером или Трёмплером в 1923 году. Прежде всего, внимание сосредотачивается на звёздной схеме, содержащей 92 звезды. Изначально звёзд было больше, но некоторые пришлось отбросить. Оставились звёзды с весами от 2 целых до 3,9, которые отмечены сплошной линией, с весами от 1,1 до 2 целых отмечены пунктирной линией. Смещение меньшего веса опущены. Вес присваивается в соответствие с качеством каждой избранной звезды. Пунктирная окружность радиусом 2 градуса очерчивает внутреннюю границу опорных звёзд. Полученные смещения звёзд в среднем из 4 пластин нанесены на рисунок 1 с кратным увеличением 2250 раз. Таким образом, реальные смещения звёзд без микроскопа увидеть невозможно. Второй объект нашего внимания. Таблица смещения светового луча на краю солнечного диска. Что мы видим в таблице? Первая графа даётся название пластин. Сколько их на строке, неясно. Первая строка начинается с пластины CD22. Заключительная пластина CD15. Но пластина CD23, очевидно, не входит в перечень первой строки, так как с неё начинается вторая строка. Интересно, куда входят, например, пластины под номерами CD24 или CD16? В общем, перечень пластин непонятен нам. Пластины обрабатывались независимо двумя авторами. Кэмпбелл рассчитал 3 звезды. 62, 77 и 80. Трамплер 4, 69, 81, 84 и 85. Последняя звезда имеет малый вес 0,9 десятых. Почему её включили сюда? Тоже непонятно. Ведь было сказано, что смещение с весом меньше единицы будут отбрасываться. От смещения других звёзд в статье ничего не говорится. По четырём строкам и по двум столбцам, то есть по каждому автору отдельно, приведены значения смещения. Как нужно было сделать в этом случае? Надо, чтобы одни и те же звёзды посчитал отдельно Кэмпбелл и отдельно Трамплер. Потом они должны были прийти к одному какому-то значению. А так читателю непонятно, кому из автора больше доверять. Ниже ещё даются два значения смещения звёзд. Отдельно экваториальных, их 53, и отдельно полярных, их 39. Спрашивается, зачем даётся это разграничение? Ведь никаких умозаключений на сей счёт авторы не сделали. Итак, выводы. Исходный эмпирический массив смещения по всем 92 звёздам отсутствует. Прозрачная методика расчёта по совокупности звёзд тоже не приведена. Избирательно даётся значение смещения только по 7 звёздам. Расчёта конкретных значений даже для этого крохотного количества звёзд проверить невозможно. Создаётся устойчивое впечатление, что авторы статьи либо морочат голову своим читателям, либо выполняли свою работу крайне непрофессионально. Поэтому нет никаких оснований считать, что результаты затмения 22 года однозначно подтвердили Эйнштейновское смещение звёзд вокруг Солнечного Лимба. Продолжение следует...